Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Весной мы посадили с вами вместе саженцы винограда, наступила осень и конечно же возникает вопрос, как их обрезать. Ну конечно есть стандартная схема, обрезали на две почки и все. Но всегда ли надо резать так? От чего зависит обрезка? Как лучше поступить? Об этом в нашем сегодняшнем ролике. Первое, о чем мы с вами поговорим, это конечно же о сроках обрезки. Когда ее надо делать? Ну первое, когда растение уйдет на покой. Когда у него уже опадет лист, либо самостоятельно, либо в результате заморозков. Но мы ждем все-таки некоторое время, около трех недель, если лист упал в результате заморозков. И только тогда приступаем к обрезке. Почему я уже говорила, но еще повторюсь. Потому что, несмотря на то, что лист упал, еще идет отток питательных веществ сверху вниз. Ведь растению питание нужно. Поэтому мы не спешим. Кроме того, вообще вы должны понимать, что существует как бы два варианта обрезки. Мы в зоне укрывного виноградарства обрезаем кусты осенью. Ну в общем-то перед укрытием. Хотя для молодежи это не столь актуально, укрыть молодые кустики труда не составляет. Но все остальные кусты мы обрезаем перед укрытием. Можно обрезать и весной. До того момента, пока не начнут пробуждаться почки. То есть тут вы выбираете сами. Когда вам удобно, тогда и режете. Следующий момент, который я озвучу перед тем, как мы с вами пойдем к конкретным кустикам. И я вам все покажу на конкретных примерах. На что нам надо обращать внимание при обрезке. В принципе при любой обрезке. Ну и однолетних саженцев в том числе. Первый момент. Это то, насколько вызрела лоза. И второй момент. Сила роста данного конкретного куста. Именно от этих двух факторов в совокупности мы принимаем решение, какую обрезку нам сделать. Конечно, мы можем руководствоваться стандартной схемой. Все обрезать на две почки. Но я вам сегодня покажу примеры. И вы сами решите, действительно ли всегда стоит руководствоваться именно книжными примерами. Ну а теперь пойдемте к конкретным кустикам. Итак, первое, в общем-то, классика жанра. Смотрите, тут небольшой саженец. Да, тоненькие были лозенки. Сейчас мы к ним приблизимся. Вот они. И вот вызревшие у нас внизу. Вот, смотрите. Вот, 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 вот. И приблизительно вот до сюда. Значит, мы вот таких кустиков удаляем невызревшую часть. Я думаю, что видно, что здесь на втором побеге лозонька зеленая. Я ее убираю вот так. И удаляю вот эту невызревшую. Ну, смотрите. Как определить, вызревшая, невызревшая? Ну, здесь немножко, конечно, по цвету видно. С одной стороны, с другой стороны. Возьмите лозу и подержите ее в руке. Вы почувствуете. Невызревшая лоза, она будет холодная, такая неприятная и скользкая. А вызревшая сухая. И, если вы сомневаетесь, смотрите. Берем сверху. И потихонечку начинаем убирать. Хотя видно, что и здесь вот. Казалось бы, да, лоза невызревшая, но она еще зелененькая. Она не ссохла. Вот, смотрите. Там она зелененькая, но сердцевинки. Видно, что нету. Попробую вот камеру лучше навести. Прошу прощения, руки мои, конечно, не идеальны. Ну, обычно рабочие руки, видите? Сердцевинка с отверстием. Обрезаем чуть ниже. Да, здесь уже видна сердцевинка. Может быть, конечно, вот эта лозонька, вот эта часть вызрела не до конца. Но почему я рекомендую вам ее сейчас оставить? Дело в том, что у молодых кустиков, вот здесь, так или иначе, сохраняются питательные вещества. Пусть их немного, но они есть. Кустик молоденький, да, кустик не сказать, чтобы очень сильно такой крепкий. И поэтому моя рекомендация. То есть в классике вообще можно было обрезать. Вот виден переход цвета, вот до сюда. Даже можно короче. Две почки у нас там точно есть. И можно резать так. Но, повторюсь, моя рекомендация. Оставить больше. И обрезать вот это по весне, но до момента распускания почек. Если так случится, что в этот момент прозеваете, и почки уже начнут раскрываться, вдруг здесь они окажутся живые, вы просто их выломаете. Как бы пронормируете. И все. Но так растению будет легче перенести зиму. Вот еще один пример. Тоже у меня тут тоненькие лозоньки. Вот зелененькое я убираю. И у этих тоненьких лозоньек, ну я вижу, что приблизительно вот где-то досюда тут есть какие-то признаки вызревания. Поэтому я где-то вот настолько и обрежу. Но о чем я вас хочу предостеречь. Вот такие тоненькие, даже если у вас лоза вызрела на метр и больше, не оставляйте их весной. Вот весной их обязательно обрежьте. Потому что смотрите, сколько питания здесь может прокачаться. Мало. Если мы оставим потом даже верхние почечки, все равно подумайте, какое расстояние надо пройти питательным веществом. То есть не мочите растения. Сейчас вот это нам нужно, чтобы хорошо перезимовать. А весной вот коротко обрезаем. Следующий пример. Вот у меня еще один кустик. Он лежал под спонбондом. Да, и видно, вот граница. Вот оно. Вызревшее, а вот не вызревшее. Все понятно. Вот эта часть не перезимует. Все, мы ее убираем. Ну вы думаете, ну и что она нам показала? Примеры, там же все равно все режется коротко. А теперь посмотрите вот на этот куст. Да? Это однолетка. Посмотрите, есть ли смысл его резать коротко. Неважно, сейчас или весной. Я присяду и покажу. Вот эта толщина лоз. Вот смотрите. Да? Два побега выросло. Здесь еще толще. Пасынки, которые тоже вызрели практически на всю длину. Вот. Вот граница, где она уже не вызрела. Понимаете, зачем мне его резать коротко? У него мощи более чем хватает. И как обрезать такой куст? Ну первое. Ну дали им пасынки. Вот еще вверху у нас есть пасынки. В общем-то все. Ну тут еще кончик может чуть недозревший. А остальное тут можно сказать в идеале. И смотрите, что у нас получается. Фактически три плодовые стрелки. Две вообще такие вот хорошие. Но одна поменьше. И вот вся эта красота. Ну где-то метра полтора. Я ее всю и оставляю. Смотрите, если бы у меня была шпалера, вот я бы сразу плодовые стрелочки бы и формировала. там в начале побеги молодые выламываю. Да, здесь то, что на проволоке оставляю. Толщина позволяет. Вот с этим более тонким побегом ну будем смотреть по весне. Что у нас будет? Как он будет расти? Как он будет развиваться? Ну а пока что в данном конкретном случае я оставляю все. Потому что сила роста позволяет это сделать. Вот еще пример. Тоже лоза хорошо вызрела. Ну этот побежек конечно тоненький. А второй смотрите здесь тоже хорошая толщина у лозы. Тем более это вообще технарь. для него это ну очень даже. И здесь точно так же убираем пасынки. На вот этом более тонком побеге видим есть невызревшая часть. Так я ее обрезаю вот примерно до сюда. И пока растение молодое еще оставляю до весны вот эту часть. А весной скорее всего что я ее обрежу коротко и оттуда буду расти с почечки две. А вот этот побег смотрите вот тоже я поднимаюсь ну вот здесь уже видна в общем-то граница вызревания. Вот 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 здесь вызревшая а здесь уже не совсем. И вот так мы и обрезаем. И у меня получилось тоже в общем-то плодовая стрелка где-то метр двадцать. Потому что пока шпалер нету а так можно все это укладывать на шпалеру. Вот еще один пример смотрите у него даже и пасынков сильных нету побег один но тоже лоза вот толщина это хорошая толщина это тоже технарь для него этой толщины более чем достаточно из него смело можно формировать плодовую стрелку ну понятно вот это все лишнее мы убираем здесь тоже смотрим то что не вызрело убираем а остальное можем оставить но вот здесь пример тоже рост был очень хороший куст хороший мощный но лоза вызрела вот здесь внизу вот этот пасынок он не дозрел вы не смущайтесь что вам на камере может быть видно что что-то дозревшее или вы не совсем понимаете дозревшее либо недозревшее повторю еще раз трогайте лозу вы поймете вот здесь она тепленькая такая шершавенькая а здесь холодная скользкая такая гладкая ну вы это легко поймете то есть здесь убираем вот это убираем вот это и убираем вот это тут даже сильно сохранять но вот может быть вот этот побежек хоть он тоненький приблизительно вот вот досюда его можно сохранить и напомню обрезать по весне то есть мы это сохраняем только для накопления питательных веществ не более того а уже выгонять почечки будем вот отсюда снизу причем видите и тут толщина хорошая это вообще пинануар и если бы он хорошо вызрел можно было бы тоже делать из него плодовую стрелку но чуть-чуть не успел в общем-то тут тут внизу нам всего хватит то есть здесь убираем вот это вот это и и вот так вот это уже столовый сорт смотрите лоза хорошая и вызрела она ну вот приблизительно до этого уровня то есть сантиметров наверное сколько здесь будет ну порядка 70 тоже при вот таком состоянии лозы можно ее смело оставлять и в следующем году пробовать получать не урожай здесь мы удалим только невызревшую часть а вот еще пример тоненько лозы здесь внизу она вообще хорошо вызрела вот на несколько почек вот тут два побежика которые ну вроде как вроде как вызрели но видите толщина то есть оставлять такие побеги смысла нет резать надо коротко но весной а сейчас вот здесь у нас приблизительно граница вызревания убираем раз убираем два ну вот это вот недоразумение вот это убираем сразу все убрали и конечно у вас возникает вопрос как все таки ну как понять что вызрело что не вызрело да там где как бы все зеленовато вроде понятно а если вот вот кажется ну вроде она коричневая вызрела она не вызрела да я вам рассказываю что можно щупать но тоже у всех свои ощущения да кто-то кто-то может пока не понимать но оставьте чуть больше ничего страшного обрежете весной единственное опять же напоминаю здесь видите лоза тонкая и даже если бы она у меня тут приблизительно на сантиметров 60 вызрела даже если бы она на полтора метра вызрела все-таки вот здесь она тонкая тем более это столовый сорт то есть его режем коротко но лучше весной и вообще не бойтесь что вы что-то сделаете не так виноград растение очень пластичной виноград прощает многие ошибки поэтому самое главное не бояться а пробовать и делать вот когда вы почувствуете вам все станет очень и очень легко сомневайтесь оставьте больше обрежете весной боитесь что весной не успеете до распускания почек но обрежьте сейчас только не совсем вот так вот коротко обрежьте чуть больше оставьте сантиметров 10 и все будет в порядке потом просто пронормируйте зелеными побегами то есть теми почками которые начнут здесь пробуждаться вот в этих местах вот еще один пример один побег хорошая длина метра полтора но он тоненький совсем тоненький опускаюсь вниз и показываю вам вот его толщина тут миллиметров 5 это сорт столовой для него такая толщина маловато и здесь видно в принципе достаточно неплохо границы вызревания то есть вот до сюда а это уже такое под сомнением следовательно обрезаем мы его вот здесь и помним что даже это многовато эту часть мы оставляем до весны весной смотрим как пробуждаются почки ну в конце концов мало ли где-то что-то еще подпреет мышка придет погрызет ну всяко может быть и конечно же у вас может возникнуть вполне резонный вопрос почему я вам показываю такие классные лозы вот у меня они так замечательно растут а у вас не растут у вас растут совсем тоненькие саженцы значит в чем проблема может в саженцах нет на самом деле сила роста особенно в первые годы зависит от нескольких факторов с одной стороны это сортовая особенность есть сорта с большой силой роста и поэтому они растут очень быстро и очень хорошо даже в первые годы как вот этот пример это американская лоза как вот этот пример это столовый сорт с такой вот хорошей силой роста видите толщину лозы то есть многое зависит от сорта и наоборот есть сорта которым нужно несколько лет на то чтобы раскачаться и в первые годы они могут расти вот такие вот маленькие тоненькие здесь еще на сантиметров 80 лоза выросла могут быть и гораздо меньше даже приведу пример как правило реформ первых года два будет тоненький маленький а потом на третье может пойти очень хорошо в рост для него это нормально и для многих других сортов это тоже нормально кроме сортовых особенностей конечно же место и уход виноград в принципе культура места и от того как ему понравится там где вы его посадили и будет зависеть как он будет расти как быстро и хорошо он будет расти я вам показывала пример вот это пинануар у меня на вот этом участке где смотрите кротовина черная хорошая земля плюс мы еще ямки наполнили и показывала на дачном участке где совсем песок и несмотря на то что мы там тоже заложили яму но там совершенно по-другому чувствовать себя абсолютно тот же сорт и выращены они были из одного черенка ну один вот такие лозы по полтора метра а другой там еле-еле наверное сантиметров пятьдесят в лучшем случае немножко мы с вами отвлеклись от темы обрезки но самое главное что я вам хотела сегодня показать и рассказать это то что лучше к обрезке подходить индивидуально конечно если вы уже обрезали свои лозы на две почки так как написано в книжках абсолютно ничего страшного в этом нету вы все сделали правильно но если вы примените индивидуальный подход к вашим растениям это будет несколько лучше надеюсь после просмотра этого видео у вас никаких трудностей с обрезкой не возникнет отдельно еще будет ролик по обрезке двух-трехлетних кустов они просто на другом участке поэтому этот ролик мы снимем позже и еще отдельно будет ролик по обрезке кустов с невызревшей лозой ну а я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты и до новых встреч